Причины для медитации Важность Практика медитации важна для жизни. Она есть то, что составляет жизнь. Практика приводит нас к достижению конечной цели, называемой нирваной. 6 августа 2000 год Искреннее стремление Зачастую, когда что-то хорошее находится рядом, мы не прикладываем достаточно усилий, чтобы получить от этого пользу. Мы бесконечно оттягиваем момент, вместо этого тратим наше время на менее полезные вещи. Именно поэтому нам необходимо следить за собой, чтобы убедиться, что наши мысли действительно находятся на пути к нирване. Искренне ли мы желаем достичь нирваны? Когда мы забываем о нашей цели, наши усилия теряют свою последовательность. Наш внутренний опыт и ощущения покажут, действительно ли наш разум направлен в центр тела. 26 октября 1996 год Если мы честны, путь и плоды нирваны уже внутри нас. Метод, пример и ориентир всегда рядом. Наша медитация не имеет успеха ни в силу отсутствия этих вещей. Дело в нехватке искренности, настойчивости и приверженности практике. Если мы по-настоящему практикуемся, то результат не заставит себя ждать. 29 января 1988 год Превращение Только ясный ум способен превратить заблуждение в знание, а глупость – мудрость. 3 августа 1993 год Сделанный выбор Если бы мне удалось вернуть свое время, я бы всецело посвятил свои юные годы медитации. Овладению изучения медитации Дхамакайя, о которой нам еще столько всего остается неизвестно. 3 ноября 1996 год Уникальная возможность Даже богатые и наделенные властью лишены настоящего счастья и проницательного понимания реальности жизни и мира. С помощью практики, если вы прилежны в учении и достаточно тренируетесь, у вас есть уникальная возможность чудесным образом достичь того, чего нет даже у влиятельных людей. 21 июля 1996 год Высшее счастье Блаженство просветления – то счастье, когда мысли находятся в состоянии покоя, превосходит все радости. 6 августа 2000 год Блаженство Истинное счастье находится в центре нашего тела – в седьмой основе Дхамакайя. Отсюда проистекает все наше счастье, поскольку она – его источник. Любому желающему достичь блаженства, в этой жизни необходимо воспитывать невозмутимость ума каждый день. Постоянно практикуясь, мы постепенно улучшаем свою концентрацию до тех пор, пока мы не почувствуем в конце ощущение блаженства, вознаграждающее наши усилия. 28 августа 1998 год Изменить мышление Единственный верный способ справиться с агрессией, эгоизмом и противоречием, заблуждением и упоямством – это найти корень этих мыслей в голове с помощью медитации и практиковать ее до тех пор, пока мы не обретем Дхамакая внутри себя. 18 июня – 2000 год Дхамакая внутри себя Субтитры создавал DimaTorzok